История Русской Православной Церкви История Русской Православной Церкви История Русской Православной Церкви Потому что, ну, просто надо это понимать, это как раз смерть знаменитого Владислава II, короля польского, бывшего литовского князя Югайла Ольгертовича, который назвался королем Владиславом, значит, и правил больше 40 лет в Польше. Потом, после него принял власть в Польше Сигизмунд, и потом, через некоторое время, опять же, в 30-е годы стал править Казимир. Это упомянуть, что Сигизмунд управлял огромным государством. В его времена Польша была... Фактически, до юра еще Литва не вошла в Польшу, но де-факто при Сигизмунде и в последующем Казимире уже Литва и Польша стали уже, как бы, де-факто объединяться. Существовало. Существовало уже. Потом, через сто лет, это вылез тоже в Унию и присоединение образования Речи Посполитой. Вот такие вот вещи происходили именно в 1430-х годах. И еще, самое главное, полностью развалилась Большая Орда, которую потом историки назвали Золотой Ордой. Полностью развалилась и образовались вот в 1430-х годах несколько вот этих вот улусов. Крымское ханство, значит, Сибирское ханство, Астраханское ханство, Нагаи. И в этот момент отделился наследник чингизидов Улу Мухаммед. Он пошел сначала... С мусульманским уклонами. Он сначала пошел из этой, из Большой Орды, развалившейся в сторону Крыма. Там его пнули оттуда. И он гулял, гулял и пришел вот на территорию, которая стала Казанью. И основал Казанское ханство в 1430-х годах. И быстро-быстро оно набрало силу. Вот теперь придем к церковным вопросам. Дело в том, что нужно упомянуть еще тогда один важнейший момент. Нам легко как бы рассуждать, знаете, с нашей высоты нынешней, оглядывая исторические пределы вот начала 15-го века. Но нужно упомянуть еще о том, что в этот момент наблюдается огромный расцвет будущей Османской империи. То есть османы теснят Византию по всем фронтам на юге, на западе, на севере. И в результате это приводит к тому, что от всей огромной когда-то восточной Римской империи, Византийской империи, а остался по сути дела только сам Константинополь. Огромный, богатейший город, прекрасное место торговых путей, но лишившийся практически всех своих провинций. На некоторое краткое время возвращающий вроде себе территорию, использующую ее разных союзов, наемников, но опять теснят Магометане, остатки Константинопольской империи, и вновь и вновь загоняют все это в Константинополь, окружая его со всех сторон. Это первая осада Константинополя в 30-х годах, и вторая осада, и потом уже и само взятие в 1453 году, это огромный продолжительный период. Агония Византийской империи продолжалась, ну и не буду говорить столетиями, но десятилетиями продолжалась эта агония, поскольку почти 1300 лет существовавшая империя настолько была прочна и настолько в умах людей, она была велика, прекрасна, могуча, богата, что вот так просто взять и исчезнуть она никак не могла. Она пыталась найти поддержку на Руси, она пыталась найти поддержку римского папы, все возможнейшие, поддержка патриархов антиохийского, александрийского и прочее, все где только можно было найти какие рычаги влияния, способы воздействия, борьбы с мусульманами, они были использованы. Но, к сожалению большому, в этот момент коррупция, смена политического мировоззрения, презрение к собственным корням, были даже такие партии, которые очень любили Магометан и говорили, например, что придут мусульмане, нам лучше будет жить в Константинополе. То есть и тогда Госдеп работал уже в те времена тоже, мозги промывались и в те времена. Эти партии разложили внутреннее состояние жителей Константинополя, жителей Византийской империи. И как бы они ни старались найти помощь извне, внутренняя прогнилость, внутреннее нежелание жить, нежелание дальше поддерживать эту империю, привело к тому, что когда Мухаммеддин II взял в 1953 году Константинополь, никто не вышел на его защиту. На стенах были только в Византии, венецианские наемники, которые обороняли стены за деньги, стены Константинополя. А сами жители, которых было там миллионы, было полутора-двух миллионов населения не вышли, все сидели по домам, ждали, что Бог пошлет. В общем, не пошли сами себя защищать. Представьте себе, например, оборону Москвы, когда бы жители не вышли копать рвы, строить противотанковые, заградительные, всякие необходимые сооружения и прочее. Это невозможно для нас даже представить. Бабушки старенькие вышли. А тут сами историки описывают, что жителям было настолько все равно и безразлично, что будет, что они даже не понимали, в какое рабство попадут, и что их ожидает дальше в другом нынешнем стамбульском мире, которые остатки... Сам император вышел на стенах. Да, император тоже проявил величайшее мужество и умер с мечом в руках, как мужчине достойно. Умер так, как природой положено человеку. Но, по сути дела, ну а жителям уже было все равно. Даже вплоть до того, что бесконечные церковные расколы и поповские дрязги привели к тому, что одни еретики сменяли других еретиков, и им было всеми ересями было интересней, и им было все равно. Ну, вернемся теперь к нашим баранам, потому что хорошо, константинопольские бараны, наши бараны тоже были с рогами. А посмотрите, вот маленькое уточнение. А может быть не просто так вот Русь не помогла тогда Византии? Ведь как раз в 30-е годы разгорелась гражданская феодальная война. Конечно, конечно. А в 39-й год это Флорентийская война. А в 33-м году только закончилась эта феодальная война Руси. Абсолютно верно. И еще очень большую роль вот эта война сыграла. Почему? Если бы, может быть, Русь помогла Константинополю, может быть, и не вошел бы Мухаммеддин в Константинополь. Это невозможные такие варианты. Между прочим, об этом тоже некоторые историки рассуждают. Понимаете как? Мы же не можем… Как говорят, у нас… Прошлая история наша определяет наше будущее. Какое мы выбираем себе прошлое, такое будет соответственно… Такому будущему будем стремиться. И поэтому вот эта гражданская война, она привела к тому, что мы сами не могли понять, чего мы хотим. Мы с вами в прошлый раз… И к чему придем. Мы вчера вот как раз… Не вчера, а в прошлой беседе нашей затронули важную тему вот этого странного перехода власти к Василию Второму, темному будущему. Династический спор. Да, династический вот этот спор. Слом лествичного права. Вот этот… Софья Витовтовна, которая там умудрилась, если почитаете, будет вам интересно, это целая глава. Романы, вы знаете, написаны разные на эту тему, но если вы почитаете, это такая личность историческая, что, наверное, в Польше ее можно… Вот не в Польше, а в Литве, и вот этих всех вот… Балтийских землях, они все время там эти жмутские, прусские земли, они вечно постоянно менялись и делились там, свои имели исторические корни. Она такая историческая личность, ну, наверное, я не знаю, у нас в сравнении с какими-то, если брать наших российских каких-нибудь деятелей таких, то это равнозначно будет какому-то российскому императору по масштабу деятельности. Единственная дочь Витовта, причем замужем за князем Василием Первым, московским, ну, и влиявшая на политику… И кстати, кстати, именно она повлияла вот очень сильно на слом этого лествичного нашего права и переход власти к Василию, не к старшему в то время, сыну Юрию, будучи к старшему князю, а уже помимо него, отойдя от него, к наследнику, да, по наследству, то есть уже власть стала переходить. И вот как раз и эти события затронули и нашу сегодняшнюю тему, это пришествие на московский престол митрополита Исидора, это особая такая историческая личность. И, кстати, именно тоже вот эта вражда с Василием Темным и прочим, вот именно не вражда, а именно влияние, которое в то время оказывала Литва на Москву и чуть не стало в конце концов владелицей Москвы, именно это влияние, именно это событие повлияли на избрание желаемого Василием Темным митрополита Ионы, то есть он не был еще митрополитом, он был епископом рязанским, и его должны были отправить на согласование на должность Иона или Исидора? Нет, нет, нет. Это потом которого избрали московские. Значит, Исидор вообще был грек, его никто не знал в Руси и не видел. И Исидор, как всегда, водилось, просто вовремя подвернулся удобно к Константинопольскому патриарху, который посчитал, что он будет самым удобным, самым удобной кандидатурой митрополита Киевского. А в этот момент Василий Темный отправил Иону, которого считал, вернее, Иова, митрополита Иова, который был епископом рязанским, отправил его с бумагами на Хератонию, то есть как просил у Константинопольского Патриарха его посвятить в митрополиты киевские. Так обычная история. Так обычная история повторяется, да. Посмотрим, кто же это такой Исидор, который стал митрополитом киевским. Значит, родился он в 1380 году. Это еще такая довольно древность, то есть он, можно сказать, затронул еще те моменты в юности своей, когда... Год Куликовского. Да, Куликовская битва как раз, потом Сергий Радонежский, Дмитрий Донской, и вот в это время он родился в Невмассии. Это такая небольшая провинция на юге Греции. Получилось так, что, нужно опять же упомянуть это, очень получил он прекрасное образование. Часто мы об этом говорим, но, например, был такой, значит, Георгий Плефон, который был в те времена знаменитейшим ученым, астрономом, он открывал там новые созвездия, он сделал большие открытия физики, исследовал взаимодействие между собой разных жидкостей, разные философские трактаты. В общем, был в своем времени такой Эйнштейн в своем времени, там, от начала XV века. И вот он встречается на пути Исидора. Исидор под его руководством изучает латинский язык, изучает ассирийский язык, изучает древние всякие книги, которые дошли еще из александрийских свитков или из александрийской библиотеки. Усердно изучает биологию, медицину. В общем, Исидору повезло с этим человеком, с которым он встретился, с этим выдающимся ученым. Он оказал на него, пробудил в нем юношеские таланты, оказал на него огромное влияние в качестве естествознания, познания мира. И Исидор это жадно впитывал в себя, и этот греческий ученый послужил причиной его поиска дальнейшего. Он всю свою жизнь, Исидор дальнейшую всю свою жизнь, занимался различными научными изысканиями. Он стал прекрасным оратором. Известно множество речей его, которые он говорил перед императорами, которые он произносил надгробные панегирики, там, по смерти различных выдающихся деятелей. Различные его выступления перед Римским Папой на Базельском соборе, потом на Ферраро-Флорентийском соборе, выступления его в Успенском соборе, знаменитое перед тем же Василием Демным. В общем, он, это человек действительно высочайших дарований и природного таланта, таланта красноречия, таланта человека, ищущего и познающего окружающий мир. Именно в это смутное и тяжелое время, когда Константинопольская патриархия находилась, по сути, на грани своего краха, когда вот эти все мелкие патриархии, антиохийские, Александрийский и Русалимские уже давно стонали под мусульманским гнетом, и кое-где мусульмане вообще вырезали все, прошли огнем и мечом, а кое-где обложили огромными налогами и данью. Не хочешь переходить из православия в ислам, будешь платить такой-то налог. Чизнь. Да, да, точно так же, как и в свое время поступали при попытке мусульманизации Твери и прочих-прочих наших российских регионов. И это вот в этот момент Исидор, он просто, ну, был как бы незаменимым помощником во всех смыслах этого слова. Значит, что получилось? Значит, он блеснул знаменитой своей речью перед Иоанном Палеологом. Это был византийский император, который уже был в возрасте, и он был, было богослужение, посвященное упоминанию прежних великих там святителей императоров, кто был там великих людей. И вот Исидор блеснул речью, то есть он произнес такую проповедь, произнес такую, он еще не был ни епископом, ни кем, он был просто легатом, не легатом, а помощником Константинопольского патриарха уже в то время, поскольку его заметили, и он был игуменом в монастыре Дмитрия Солонского. И вот, участвуя в этом богослужении, ему поручили патриарх... Там есть в Византии. Это в Константинополе, да. Это еще до Флорентийской унии. Это, получается, 1433 год. В 1433 году. Как раз в 1331 году умер предыдущий наш митрополит московский. В 1335. В 1331. Ну, посмотрим. Сейчас у меня тут все записано, глянем. Значит, в 1333 году он произносит вот эту речь перед Иоанновым палеологом, и на него сразу обратили внимание. И вот этот незаметный игумен монастыря Дмитрия Солонского становится... Все увидели, что это действительно грамотный, красноречивый, толковый человек. Патриарх сдал ему несколько поручений, написать там кое-какие бумаги. А патриарх в это время искал человека, которого бы он мог послать своим, как от себя послом, на Базельский собор. Базельский собор – это предшествовавший собор Ферраро-Флорентийского уровня, да, в Унии. И вот ему нужно было туда послать. Это ведь происходило все не просто так. А вот эта агония империи происходила на глазах у императора и на глазах у патриарха Константинопольского. И они вели в то время беспрерывные переговоры. Патриархи между собой – антиохийский, Александрийский, Иерусалимский, даже под страхом смерти – обменивались посланниками, посылали всевозможных авторитетных людей на разные соборные совещания. Император, который не знал, что делать, как спасти Константинополь. И вот нужен был такой человек на этот Базельский собор. И тут его заприметили. И он еще потом дальше, и при следующем императоре Мануэле доказал свое красноречие. И потом в следующий палеолог, восьмой, уже произнося панигирик на смерть предыдущего императора, он тоже там блеснул красноречием. И его патриарх приблизил. Патриарх его приблизил и отправил его на Базельский собор. А Базельский собор – это несколько столетий, по сути дела, католики с православными не общались. И мысль о том, чтобы попросить у Папы помощи и подчиниться Папе в плату за это была давно. И патриарх отправил туда именно будущего митрополита Исидора, чтобы посмотреть, что же там будет. И там произошла интересная такая обмен речами, обмен выступлениями. Там, значит, выступил кардинал, это 1433 год. Да, 1433 год. И, значит, Джулиано Цезарини, это кардинал папский, помощник папский, правая папская рука Папы Евгения IV. Кстати, вот это именно тот Папа, который и сыграл главную роль в этой Ферраро-Флорентийской унии. Он был очень такой из ряда вон выходящий папа, никаких кумовских у него не было настроений, не ставил родственников своих на должности, не грабил папскую казну, не заводил себе любовниц. В общем, это был такой благочестивый папа был он в монашестве от юности. Ему хотелось, вот эта мысль об объединении православия и христиан его не оставляла. И он, будучи движим этой идеей, вдруг тут как раз вот эта ситуация, происходящая с нашествием мусульман, это было как раз все в тему. И вот он посылает Чезарини на этот собор, услышит, что же скажут православные. И вот тут две речи. Выслушав Чезарини, Чезарини выступил о том, что единство церкви это главное для Папы, его главная задача. А Исидор выступил в ответ и сказал, что тело общее церковное еще крепко и члены от него, то есть руки и ноги не стали отпадывать еще, а держится оно крепко и едино. И нужно приложить все усилия для того, чтобы объединить христиан. Это, видимо, была задача дана ему Папой, Константиновским патриархом и императором, поскольку, видимо, уже ему тогда это было как распоряжение дано, подготавливать к объединению, к союзу между католической и православной церкви. Да, для защиты против мусульман. Значит, сразу же после окончания Базельского собора, вернувшись в Константинополь, попал Исидор на посольство, приехавшее из Москвы. Посольство, которое Василий Темный отправил на рукоположение своего кандидата, и тут приезжает Исидор. Но, естественно, патриарх Константинопольской какой мыслью задался? Ему было очень важно для общей значимости своей и московские земли в эту унию привлечь. Уже было принято решение об унии на уровне Константинополя. Естественно, митрополия московская, тем более огромные территории, богатейшие земли. Вы же видели, что Орда разваливается, Русь набирает силу. И нужен был человек, который мог бы выполнить вот эту задачу, склонить московскую власть к унии. И, рукоположенный в 1936 году, митрополиты Киевские, митрополиты Сидор, митрополит Киевский, отправляется в Москву. Прибыл он 20 апреля 1437 года. Василий Темный встретил его крайне неприятно. Ну да, он еще был очень просто Василий Второй. Ну, везде о нем указывается, что он темный. Еще не выкололи его. Еще лет через 10. Да, еще все впереди. Значит, он принял его крайне неприязненно, поскольку его митрополита Розанского прокатали. И просто, знаете, как дары приняли. И сказали ему, ты будешь следующим митрополитом после Весидора. Ну, они угадали. Так и получилось. Но, в то же самое время, князь был крайне недоволен. Потому что, ну, вы сами понимаете, что одно дело свой. Русский человек дал под задыльник. Уже против греков, да. Да, а тут грек. И это сомнения всякие, все. Но Исидор был не промах. И буквально за месяц, за два, он так с Василием Темным, с Василием Вторым, так сжился, что была величайшая дружба. Ни одного мероприятия в Кремле не проходило без Весидора. Это 1437 год. Я, конечно, прошу прощения, можно... Торжественно. Торжественно. А это в 1936 году. А там еще Герасим. Да, Герасим в 1936 году. Вот. И, значит, несмотря на плохую встречу, началась величайшая любовь. Всякие вопросы он у него... Исидор был очень грамотный. Он мог проконсультировать про любому вопросу. Он знал все города Европы. Он знал всех монархов Европы. Он знал расположение сил европейского, мусульманского всего мира. То есть, любой вопрос, какой не интересовал Василия Второго, Исидор давал ему исчерпывающий ответ. То есть, такого грамотного, толкового, мудрого советчика просто Василию не снилось. И Василий вдруг увидел мудрого человека, очень просвещенного человека в свое время. Поэтому Исидор – это очень такая личность своего времени. Он, конечно, действовал не по своей воле, потому что его вечно то император куда-то посылал, то Константинопольский патриарх. Он вынужден был отражать чью-то задачу. Его посылали, и он вынужден, но не мог же он действовать против патриарха Константинопольского, против его решения. И вот, войдя в царский княжеский двор, Исидор стал проводить очень хитрую политику. Он не стал говорить Василию Второму о том, что нужно заключить унию с католиками. Он сказал, что нужно собрать Восьмой Вселенский собор. И он должен там присутствовать обязательно на Восьмом Вселенском соборе. Да, да, да. И для чего? А для того, чтобы убедить католиков отречься от своих заблуждений и ересей, отказаться и уже вместе потом объединиться в общую, как было до раскола, в единую христианскую церковь. И на этой волне Василий на это дело клюнул. Хотя Исидор прекрасно знал, что придется ехать к Папе и заключать унию, подчинившись Папе. Никто ничего отрекаться не собирался, потому что в качестве просителя выступал Константинополь, смиренно прося помощи римского Папы. И тогда уже Папа короновал. Папа тоже в свое время вначале попал в немилость римских кардинальских кланов, семейства Колонна. Так кардиналы могли Папу отравить и убить. И, в общем, вот это семейство Колонна чуть не свергло Папу. И Папа быстренько там к Сигизмунду, венчал Сигизмунда императорской короной. И благодаря Сигизмунду он и спасся. Потом он подавил в Риме все это и вернулся Папа к власти. А в Базиле умудрились выбрать еще нового Папу, другого, которого потом там выгнали тоже. Никто не хотел особо этих расколов. И вот, получив большие деньги от Василия, получив свиту, больше ста человек, то есть, представьте себе, это ехало целое огромное посольство на Вселенский собор. Это не... Якобы. Да, якобы. Ну, на то, что пообещал Исидор. На то, что пообещал Исидор. Потому что никто же ничего не знал. Один Исидор только там был. Лапшу. Да, да, да. Он навешал на уши лапши. Очень так красиво. Лапша была, наверное, это был не доширак, а была натуральная лапша, которая, да, да, спадет из высших, из твердых сортов пшеницы. И, в общем, получилось так, что Василий на это дело клюнул. Ну, тем более, что и самому Василию было интересно, конечно, поучаствовать в Восьмом Вселенском соборе хотя бы своими представителями. Даже есть, некоторые упоминаются в летописях, что он и сам порывался съездить на этот собор. Но страх вот этих неурядиц, что там свергнуты еще чужие... Да, он мог уехать, а уже приехать не князем уже. А там уже семяк, что их бывало. Да, 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 чем бы и воспользовались. И вот Исидор, значит, во главе этой огромной делегации двигается очень торжественно. Он едет действительно на Восьмой Вселенский собор. Его встречает епископ Ильяв в Твери. На улицу выходят с честью, встречают его как там божественного посланника. Местные князья выходят ему навстречу. В Новгороде встречают его с любовью и с величайшим почетом. В общем, тут вот прямо указывается, что он... Какой-то странный маршрут. Да, 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 да. Он же ехал на Вселенский собор. Он даже посетил... Начал на север. Да, он посетил даже поморские края. Поехал даже через Поморье. Он посетил, значит, Жмутское княжество. Он посетил Жмадийское. Да, Куршуйскую землю. Любик посетил. Пруссию. Висмарскую землю. Он и шел на Вселенский собор. То есть это специально было с показом. Сразу и Литовско-Польский. Конечно, конечно, конечно. Это была идея. Зачем он это сделал? Все эти земли должны были войти в Унию. Все должно это было быть единым и произойти таким грандиозным масштабом. И мы видим, какой из него прекрасный артист, какой из него прекрасный дипломат, какой политический деятель, какого уровня человек. И он, посетив все эти регионы, не просто хухры-мухры, а с огромными княжескими деньгами и с этой огроменной делегацией, которая ехала прямо как царский двор через все вот эти земли, жмутские, жматийские, прусские и прочее все остальное, чтобы все видели. Да, это было, это прямо Русь ехала на этот Вселенский собор. То есть было представительство вот именно всех вот этих мощей всей вот Московской Руси. Это было специально все сделано и показано. Не тихо в монашеской одежде ночью, как он и делал потом в некоторой, когда его там чуть не убили в Константинополе. Тихо в трусах женских, как этот Керенский там и прочее. А он едет со славой, чтобы все видели, что Москва едет вот на эту самую. Это как бы для того, чтобы и те тоже задумались расти в ночью в Москве. А мы что дурнее, что ли? Значит, нам тоже надо туда ехать. И действительно, вот от Феррара Флорентийский собор, он собрал всех. Нельзя сказать, что это было вот там тихо Константинопольский патриарх, шу-шу-шу с Папой Римской. Да, это 1939 год. Он, значит, выехал в 1938 году 4 февраля. И, в общем, вот это он путешествовал полгода. Вот это везде кругом показывая на весь белый свет. Да, значит, вот я же говорю, в Твери Илья встречает, Ефимий, вот, да. Ну, смотри, нет, 4 февраля 1938 года он только в Ригу приехал. А подписали Феррара Флорентийскую улью 5 июля 1439 года. Полтора. Полтора года. Полтора года. Полтора года путешествовало все. И, значит, вот 18 августа он прибыл, а нет, это 18 августа, это он, значит, путешествовал, из Риги только выехал. Ну, в общем, суть дела такова, что многие благодаря этому путешествию, вот он добился этого, потому что все вот эти князья, все послали туда своих священников, епископов, представителей. Все это показывалось, что на Великую Святыню, Константинопольский град, идет исламское нашествие, разрушает, сжигает, уничтожает. И все ехали действительно защитить христианство. При том, что Литва в это время уже принимала католичество. Да, да, конечно. Этот якобы православный Исидор, он своим крылом, значит, зацепил еще и католические Исидии. Абсолютно верно. Они были на полуправославные, полукатолические, и идея... Такой представитель мира, докуминист. Еще этот шажок, такой толчок, нужен был быть толчок этот. Значит, он приезжает в Феррару. Сначала думали опять второй базельский собор сделать, но базель был далеко, там, от Венеции 500 километров, далеко. И решили провести недалеко, там, 100 километров, по-моему, от Рима, значит, Феррари. И в Феррари собрали этих епископов, тем более там было удобное место. Там была вилла какого-то, чуть ли не помню, древнего римского императора, например, Каракалы. Была огромная императорская резиденция. Императоров уже этих не было давным-давно. Уже папы управляли там давным-давно. Но вот этот дворец сохранился, остался в хорошем состоянии. И поэтому там можно было разместить вот эти тысячи людей, приехавшие. Это были действительно тысячи людей и представители патриархов разных, антиохийских, руссалимских. И Сидор представлял собой антиохийский патриарх, не смог приехать, потому что находился под гнётом. И если бы он поехал, его бы Мухаммедим убил бы там. И вот он отправил письмо, где и Сидора назначил своим представителем, то есть вместо влюстителя. То есть он приехал ещё не просто как митрополит киевский, а как патриарх туда приехал, антиохийский патриарх. И его две подписи. Он расписался за антиохийского патриарха и расписался за киевского митрополита. В двух местах грамота этой в унии сохранилась. Подписи Сидора. Ну и, конечно, прибыв только на собор, он и Сидор там был первой личностью после Папы Римского. Если мы с вами почитаем протоколы соборов, хроники, в общем, грамотность. Он там произносит такие речи, что кардиналы сидели с открытыми ртами и развесив уши. В общем, он принял активнейшее участие в принятии унии. Безоговорочное. То есть его, даже те, кто сомневался в чём-то, под его красноречивыми речами все подписали унию. Все приняли унию, все подписали представителей всех патриархов. Всё, все дружно подчинились Папе. И Папа обратил на такое внимание нам Исидора, что сразу же предлагает ему различные свои должности. Назначает его легатом сразу же, тут после вот этой Флорентийской унии, в литовские земли. Что такое легат? Легат это, вот есть два понятия таких, чтобы вы разбирались в католических тонкостях. Нунций это посол. То есть, допустим, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации при правительстве Соединённых Штатов Америки. А это нунций. А легат это тоже посол, но одноразовый. То есть, он посылается выполнить какую-то миссию, например, провести собор какой-нибудь, встретиться с царём каким-нибудь, передать какому-нибудь царю послание, договориться с ним, провести переговоры. То есть, один раз легат он приехал, выполнил там свою какую-то функцию и приехал и доложился об этом. А нунций, он постоянно жил, например, нунций при московском князе. Приезжал в Москву и там... Папкин жил. Да, посол. Как посол. Да, да. Антонио посевин. Абсолютно верно. И вот поэтому папа сразу предлагает... Значит, 5 июля 1439 года он поставил две своих подписи на этом документе Флорентийской унии и подписал союз о всего христианского мира. Я бы не сказал, что о подчинении римскому папе. Нет. Не такой дурак был и папа. И папа был тоже, и сидор, да. Признавалось только единство и папское первенство чести. Первенство чести. Да, первенство папской чести, что папа должен был поминаться везде первым. Но была маленькая такая строчка, которая подчиняла всех папскому суду. То есть папа... Это было еще решение Первого Вселенского Собора. И вот это... Возобновили это решение Первого Вселенского Собора. Как бы намеки на то, что папа судья над всеми патриархами. В общем, над всем христианским миром. И получалось, что папа мог в любой момент, кого хотел, привлечь к суду и принять свое решение, какое он хотел. Поэтому все равно все попадало в подчинение римскому папе. И уже вот, будучи ли, папа тут же предложил ему стать легатом. А зачем? Вот вы как раз правильно упомянули. В это время Литва уже начинала переходить в католичество. И сидор поехал туда, в Литву, способствовать этому процессу. Его возвращение обратно уже он вез папу и пске, грамоты и прочее, и прочее. Вот этим землям, которые хотели, подчиненных Сигизмунду, подчиненных Литве, которые хотели войти, принять католицизм. Принять католическую веру, отойти от православия, принять католицизм. И вот с этими всеми движениями он благополучно, это аж 19 марта 1941 года. То есть представьте себе, это вот он 5 июля 1939 года подписал, потом в 40-й, 40-й, почти 2 года он ехал обратно. Ну сколько-то он там, видимо, пробыл. Да, он пробыл там, да, он получил... Конечно, он, по сути дела, папа за него схватился руками и ногами, потому что таких грамотных людей было и мало, и в Риме. И он попал папе в струю, то есть папа увидел в нем того, кого искал, что было ему нужно. И вот, будучи уже папским легатом, вот в этот как раз период, 1939 год, вот здесь вот, он получает кучу от папы всяких должностей. Например, он сразу получил от папы утверждение вот этим местоблюстителем антиохийского престола. Также он получил вот эту должность папского легата и папы Евгения IV в Польшу, Литву, Ливонию. Польшу, Литву и Ливонию. В 1439 году он переехал в Рим, где был назначен... Тогда было как? У нас есть так называемые ставропегиальные монастыри, патриаршие приходы. А в Риме было то же самое, папские монастыри, папские приходы. И вот был храм святых Марцелина и Пьетра, святого Петра, которым был назначен священником Исидор и кардиналом. То есть это был храм, в котором должен был служить кардинал. Это большой красивый собор и как бы епархия такая, пригородная римская епархия. И он уже стал священником, кардиналом папы Евгения IV. Но это было все законно, потому что у нее подписали все. Да, и папа что хотел... Да, он теперь уже все... Да, то есть папа принимал какие решения хотел, так как у нее была... Приехал митрополитом, а стал кардиналом. Да, приехал митрополитом, а стал кардиналом. Причем не просто кардиналом, а еще и папским посланником и налегатом папским. И вот в этом же 1439 году он выезжает в свою митрополию в Москву. Он с большим сомнением это все делает. Он путешествует по всем этим землям. Везде его принимают... Боится. Боится, да. Знает, чью... Знает. Да, он старался очень сильно, но ему все-таки события дальнейшие показали, что не удалось ему перебороть Василия II, убедить... Не удалось ему убедить бояр, не удалось ему убедить христианский люд. То же самое, что произошло и в Константинополе. У нее, по сути дела, принял император и патриарх. А люди даже в храмы перестали ходить. Началась такая замятня константинопольская и заваруха, которая потом, по сути дела, и привела к падению Константинополя. Народ разочаровался в своем патриархе и в императоре. И уже когда они призывали их там выйти на защиту города, никто и не вышел. Потому что разочаровались. Идея пропала. Идея, как говорил Наполеон, если вы хотите, чтобы за вас умирали, то за два франка в день ни один солдат не согласится умереть. Если вы хотите, чтобы он умирал за вас, вы должны обратиться к его душе. И вот уже ни патриарх константинопольский, ни император не были в авторитете. И народ их не хотел слушать. Даже появилась такая жучок, что Мухаммедин будет лучше, чем свой христианский. Да, и Сидор 19 марта он приезжает 41 года в престольный град Москва. Маленькое уточнение. Можно прямо буквально пару слов? Именно в этом время игумен Троица Сергия монастыря Зиновий, благодаря его деятельности, он замирил Шемяку и Василия. То есть установилось вот это перемирие многолетнее, кстати, на несколько лет. Там на 4 года. Понимаете? В это время Московская война затихла гражданская война. Вот тоже очень интересный момент. Значит, Исидор приехал и провел переговоры, побеседовал с дворянами, побеседовал с боярами, побеседовал с Василием. И с епископами, которые были в Москве. Буквально через несколько дней, воскресенье, воскресный день, он служит службе в Успенском соборе Московского Кремля. На службе присутствуют все. Начиная от Василия, всех там главных и епископов, и светской власти. И во время богослужения на Великом Входе, когда совершили у нас чаши, там все, и начинает поминать великого господина нашего, и пошло. И, как положено, он помянул по Флорентийской унии римского папу Евгения IV. И помянул дальше, конечно, и Патриарха Константинопольского, и всех, как по Антиохийского, Александрийского. Как положено, все как положено. Никакой реакции не последовало. Все тихо-молча разошлись, но через три дня Исидора тихо-ночью арестовали. Приехали на черном воронке, в карете темной, засунули его в кибитку и привезли его в тюрьму. Засунули его в тюрьму, причем без всяких судов и следствий. Просто Василий выступил и сказал, что еретик, однако, сказал, что будет 8-й Вселенский собор. А на самом деле просто предали до православия, приняли папе, подчинились и все. И Исидора, значит, Исидор сидел в тюрьме. И Исидор просидел в тюрьме на хлебе и воде полгода. Я думаю, что ждала бы его дыба, или сожгли бы его, как Максима, или еще что-нибудь бы было в этом роде. Но у него было столько. Пришло 20 писем из Литвы, от разных князей. Пришло письмо от Сигизмунда. Группа поддержки. Да, была такая группа поддержки, что Василий понял, что если он что-то Исидору сделает, то будет грандиознейшая война. Скандал. Причем будет крови, а тут только вот как раз замирение вот это Шемяка затихло. И только не хватало, чтобы Польша напала на Москву. А с Польшей в это время действует перемирие. Был бы капец и перемирию сразу, от Сигизмунда пришла бумага, что с угрозами с такими, с плавными. Не с того, что там прям вот это, но что однако, да. От Казимира уже. Скорее всего от Казимира. Может быть от Казимира. Сигизмунд недолго правил. Там уже в 40-е годы Казимира. Да, наверное Казимира. Да, скорее всего от Казимира. Пришла бумага, что будет, в общем, придется московскому князю отвечать. Если он там, поскольку этот уже был и должностным лицом, и легатом папы, и что, то есть за убийство папского легата пришлось бы нести ответственность. Это уже не просто было убить собственного митрополита, придушить, как потом Иван Розный митрополита Филиппа придушил подушкой. А было бы грандиознейшее такое вот, а может быть даже союз бы был против России. Все, кто могли бы вот эти мелкие княжества, которые хотели... Миловая война. Да, покусать, они бы пошли бы войной на Москву. Не знаю, взяли, не взяли, но пограбили, и кровопролитие бы, конечно, было бы преизряднейшее. И вот, значит, и как же быть Василию? Удариться лицом в грязь перед своими епископами, князями, боярами нельзя. Казнить нельзя. Везде, как кур ващип. Отпусти, скажут предатель. Казни, придет Казимир с войсками. В общем, ничего не хотелось. Ни войны не хотелось, ничего. А вот тут уже Казань поднимается. Да, а тут еще под боком Казань с своими нападениями и грабежами. Уже забирается. Да, и, в общем, Василий нашел хитрый способ. Он просто-напросто организовал побег Исидору. Штирлиц был хитрым. И, в общем, он организовал Исидору побег. Исидор ночью тайно вроде бы смылся. Но, на самом деле, его просто организовали побег и отпустили. Он вроде бы в страхе, как Керенский, переодевшись в какие-то отребеж. Его специально это еще с таким, знаете, было театрально организовано, чтобы было, выглядело это такое в страхе и позоре. В общем, он бежит в Литву. Бежит из Москвы в Литву. В монашеских ободранных каких-то там одежках, как Гришка Отрепьев. В общем, бежит, страхи. Ну, там пребывает уже в Литву. Его уже принимают как папского легата. Конечно, его приодели. Все нормально. Облезали. Облезали, да. А вот митрополитом стал и Рязанский. Рязанский митрополит, которого и должен был, по сути дела, обладать. Это эпоха нашего российского раскола. Дело в том, что он был назначен незаконно и без согласования с... Еще до того великого раскола еще... Да, да, был еще один раскол. Так что там много чего было. И вот это пока захватили потом Константинополь... А, без согласования с Константинопольским... Конечно, конечно. Назначили своего епископа. Да пошли вы со своей умею. Да, да, да. У нас будет свой митрополит. Как и я часто советую. Я часто советую посылать наших митрополитов и свои автокефалии открывать. Потому что они нынешние ничем не лучше, чем вот эти вот ферраро-флорентийские еретики. Наши... Ну, доберемся до них. Да, и до них доберемся. Значит, суть такова, что прибыв в Литву, он получает... Ну, выполняет там какие-то папские функции легацкие, послание, которое он должен был быть. И он, значит, отправляется... Он бежал и бежал, интересно, через Тверь. Через Тверь бежал. А Тверь всегда была проводником на Литву. И, значит, что происходит дальше? Происходит дальше то, что он в 1400... Получается, это он у нас в 1941 году арестоварен. Сейчас в 1942 году, в 1442 году он прибывает в Рим. И в Риме он выполняет... Он кардинал. Его назначают... Папа назначает его... Называется... Субурбикарная епархия. Это такая особая для кардинала епархия в Сабине, где он и стал кардиналом. Причем он активно выполняет различные поручения на различных соборах. И в этот же год его папа назначает титулярным константинопольским патриархом. То есть, Исидор становится, уж после подписания унии, константинопольским патриархом, назначенным римским папой. Участвовал он в выборах двух следующих пап, Николая и потом, по-моему, Мануэл, не помню, последующего папы, Николая Пятого и потом последующего папы. Причем очень он был уважаемым везде человеком. Например, в 1450 году его назначают Камерленго святой коллегии, священной коллегии, кардиналов священной коллегии. Помните, потом у нас был тоже святейший синод, священный синод, сейчас священный, по-моему, был святейший при Петре Первом и прочее. Вот это такой своеобразный тоже римский синод. И Камерленго – это казначей. То есть, все доходы, которые получала Курия, находились в его распоряжении, он ими управлял, оплачивал, получал эти доходы. Если был казначеем, можно сказать, римской церкви... Можно и дядька, для бюджета своего. Да, был целый там период казначеем. Значит, в 1551 году он назначен кардиналом Сабили и после этого еще был назначен легатом Николая Пятого к Константинопольскому императору в моменты вот этих вот самых-самых важных неурядиц и военных действий. Дальше еще интереснее. Если вы думаете, у нас любят хаять и сидора говном поливать, но дальше еще интереснее. В 1453 году во главе небольшого войска, 200 рыцарей, прямо перед падением Константинополя, уже во время осады, он не побоялся, во время осады, уже когда был город окружен, он пребывает с небольшим... К сожалению, это получилось, знаете, по какой причине? Дело в том, что многие были недовольны воцарением Евгения IV, римского папы. Недовольны были. И вот это семейство Колонна, и вот эти... и восточные галлы, то есть нынешняя Франция, они думали о том, что им будут предоставлены особые привилегии. Как раз тогда появились особые кардиналы там, которые имели от папы возможность... Немногим нравилось, что всем папа управляет. Хотели папу подчинить коллегии кардиналов. И так как Евгений... А когда Евгений пообещал это все, а когда он зашел на престол, он сказал, что я не буду выполнять это все. Как Анна Иоанновна. Как наша Анна. Да, она точно так же. Кондиции подавала. Да, она подписала, что все будет слушаться. А потом порвала, сказала, я самодержится всероссийская, и все, и выгнала всех. Кто не хочет, тот в Сибирь. Кому не нравится. Вот. Это в лучшем случае в Сибирь. А в худшем и на дыбу можно отправиться. Да, и значит, в совосаду Константинополя папа все, что смог, отправил 200 рыцарей. Если бы в Константинополь прибыла обещанная армия, там 20, 30, 40 тысяч рыцарей. Таких армий нет, хотя бы тысячи две. Но если бы прибыло две тысячи рыцарей, настоящих, это было бы 20 тысяч человек. Почему? С ними все оружие. Да, да. За рыцарем обязательно 10 человек и шло. Конюхи, шмонюхи, по крайней мере, 3, 4, 5, 6 человек точно было. А чем рыцарь побогаче, тем и побогаче была за ними свита. Поэтому это было бы как раз те же самые 20 тысяч человек. Да, они все были бы не самые крепкие рыцари, но стрелять из лука и кидать камни со стены они бы вполне смогли. Поэтому все, что смог отправить папа, это было 200 рыцарей. Именно из-за того, что в этот момент было самое шаткое положение в Европе самого папы. Неудачно так сложилась вся ситуация. Хотя папа очень старался. Он не обманул, не предал, но он все, что смог, он сделал. В этот момент... Рассказывают по-другому. Да, рассказывают сказки по-другому. И отправил 200 человек. И вот во главе их пришел и Сидор наш, митрополит. Буфи наш. Да, возглавив их всех. И он участвовал в обороне Константинополя. Не побоялся. На стенах города он защищал с мечом в руках. Он защищал Константинополь. Такого я не слышал. А вот вам такая история. И более того, знаете, что произошло? Когда всех разгромили, Мухаммедин особо хотел убить этого кардинала. Его искали по всему Константинополю. И Мухаммедину принесли труп, переодетый в одежды Исидора. И Мухаммедин решил, что Исидор пал смертью храбрых. Но Исидору не впервой было переодеваться в женские одежды. И бежав и вовсе этому доброму научил Василий II, будущий темный. И побег из Москвы помог Исидору и второй раз смыться из Константинополя. Подсунули вот это тело какого-то переодетого в кардинальские одежды мужика, которого представили Исидором. И в толпе каких-то пленных, но сохранив, не зная в какое место, он засунул там пару золотых монет. Ну, хитрый был кардинал. Не зря он был Камерленго в Римске. Кто был первый визуитом. Да, кто был первый визуитом. В общем, когда все это поутихло, и Мухаммедины все это отпраздновали, захват, грабеж этот закончился Константинополя. В группе небольших пленных, подкупив охранников, Исидор организовал второй побег. И благополучно смылся оттуда. И через Грецию бежал в Рим. И прибыв в Рим, был с огромным почетом, даже поучаствовал в военных действиях. Был принят с огромным почетом коллегии кардиналов и назначен деканом, старшим, главным самым старшим кардиналом. Это давало ему особые привилегии и права. Он не имел права уезжать из Рима. И занимался вот этими всеми кардинальскими делами, участием в всяких разных соборных делах. Поэтому, по сути дела, и у Николая Пятого, и потом последующего Папы, он был практически секретарем. Самым почитаемым из... Коему у нас по происхождению-то? Грек из Манемвассии. Оттуда же, откуда был и этот... О, какой. Да, да, да. Там было, знаете, почему оттуда именно? Там было очень сильное монашеское делание. Оттуда же приехал наш этот феогност. Оттуда же. И все они... Там был Акатий, этот духовник, который монастырил. Но там из одного места. Да, из одной области. Вот так. И вот то, что мне особенно его... А их в истории полили так губ. Да, и особенно мне интересно было его участие в падении... В обороне Константинового. В обороне Константинового. Это очень интересно. Участие в обороне... И пленение, и его бегство. И вот это же он приготовил, переодел, снял с себя вот эту кардинальскую... Вот, кинал-набратишь, сюжет, это для кино. И вот это его... Я же говорю, это Василий... Если человек, бежавший из московской тюрьмы... Да какой ему Константинополь нафиг там через Тверь. Он уже все прошел. И Крым, и Рим, и медные трубы. Поэтому он с такой легкостью и убежал из Константинополя. Ну и что же дальше? Значит, будучи с 61 по 63 год, уже в старости глубоко, это ему получается было 80... За 80 лет. 81-83 года. Вот последние годы своей жизни он был деканом коллегии, священной коллегии кардиналов. И по самой своей смерти в здравии и в светлой мумии осуществлял свои кардинальские функции при Римском дворе. И умер он 27 апреля 1463 года. В 62-м умер Василий II, и пришел Василий III. Ой, Иван III. Да, все очень так почти в одно и то же время. Причем он, по сути дела, до 40... Значит, с 36-го, да, получается, по 48-й год... Нет, по 58-й год он числился митрополитом киевским. Когда в 58-м году вместо него уже Москва сама избрала своего митрополита... Официально он числился по 58-й год. Да, с 36-го по 58-й. 22-го года. Он даже во Владимир из Константинополя, он во Владимир рукоположил епископа, послал. Который благополучно там и был во Владимире епископ. То есть, тут такое время было передерми раскола, да? Да, а понимаете в чем? Это даже... Я вот только задумался. У нас любят говорить о церковном расколе. Это была агония Константинопольской империи. Давайте посмотрим на раскол в контексте общеполитических событий. Понимаете, церковь – это часть Константинопольской империи. Она не может быть без Константинополя, без граждан, без императора. Не может быть. И вот эта агония Константинополя, Византийской империи, она и послужила вот этим вот закручиванием вот этих всех событий. Поэтому здесь какие-то моменты такие, делать вот исторические просто выводы, что вот это плохо, это хорошо. А когда человеку нож приложили к горлу, он все, что хочешь, тебе подпишет и скажет, и все, что хочешь. Ну, смелый, интересный дядька. Мне понравилось. Да, вот я очень удивился, вот особенно я все это знал давным-давно, но вот именно его участие в обороне Константинополя по хроникам, по-греческим. Это я опять сейчас расковырял различные греческие хроники, перевожу их, правда, там с пятого на десятый на русский язык, с греческого до греческого. Получается, что он участвовал, принял участие в обороне Константинополя. Получается, что все действия, которые вот эти он предпринимал, это были не просто действия гнилого раскольника, который хотел вот там где-то заработать и на этом нажиться. Это были действия человека, который... Убежденный. Да, какие-то искал последнюю соломинку, как спасти Константинополь. И в то же время, видимо, он был убежденный такой объединитель христианства. Конечно. Ему было 70 лет, когда было падение Константинополя. Это дед 70-летний участвовал в обороне, но он был, видно, здоровый и очень крепкий человек. Представьте, он в двух тюрьмах отсидел. Бежал, все это было просто крепкий. Если в 80-м родился... Как Суворов до последнего дня. 73 года. 73 года. Да, да. Это крепкий и очень здоровый был мужик. Ну, как Суворов. До последнего дня в походе там, до последнего дня человек. Так и здесь тоже. Поэтому, конечно, есть многое, что мы можем... Это действительно было... Придали русские интересы российские. Это действительно было подчинение Константинополю. Но ему хотелось так спасти свой родной Константинополь, что, может быть, он и готов был пожертвовать русскими интересами. Ну, вы оправдали, батюшка, вот в моих глазах, как человека. Да, как человека. Не как митрополита русского московского. Это, несомненно, предательство русских интересов. А как человек, да. Но зато, с точки зрения Константинополя, достойно исторического рода. Поэтому вот такой вот интересный человек. В 1963 году он скончался и похоронен он в соборе святого Петра вместе с римскими папами. Вот такие были интересные митрополиты на Руси проходили. Герасима предыдущего сожгли. Да, а это вот такой вот интересный процесс. Да, я говорю, сколько должностей я вам перечислил. Он занимал при Декан, Камерленго, Папский легат, Кардинал Сабины и прочие достоинства занимал должности и пап. Ну, ладно, наверное, мы закончим. Всего доброго. Всего интересного. Я просто потрясен. С наилучшими пожеланиями. Всего-всеми самого-всего. С Богом. С Богом.